Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать корсетный пояс А5. Я уже один показывала, вы можете его посмотреть. Но сегодняшний будет отличаться. Если в прошлом мы делали с вами акцент на люверс и шнуровку, то в этом поясе мы с вами будем делать акцент на ремешки, которыми он будет застегиваться. Тоже очень интересный элемент. И я уверена, что вам он пригодится. Сейчас мы с вами подкорректируем наш шаблон. Напоминаю, что шаблоны можно скачать. У нас есть часть бесплатных, часть платных. Поэтому перейдите по ссылочке, которую я оставлю под этим видео, и сможете спокойно скачать те шаблоны, которые вам нужны. У нас есть мужские, женские, детские. Можете выбрать на свой вкус и потребность в данном случае. Что я сделала к данному эскизу? Я подгрузила молнии. Меня спрашивали тоже про молнии. Молнии мы рисуем подробно на курсе. Я рассказываю, как их рапортовать, как их формировать и как делать. Это отдельный урок. Здесь показываю применение. Вы можете тоже создать себе молнию и ее использовать. Если вам интересно более глубоко проработать иллюстратор, чтобы вам отвечали, чтобы ваши задания просматривали, и у вас был реальный результат, пожалуйста, приходите на курс. Я буду рада вас видеть. Особенностью курса является именно постоянная работа со студентами, постоянный фидбэк, просмотр внутренних файлов, какие ошибки, как, что, предоставление информации и так далее. То есть не просто просмотр какой-то видео. Приходится работать, и все, кто от меня выходит, потом сами все рисуют. То есть я как бы такой преподаватель, который заставляет не лениться, а заставляет делать. Итак, мы с вами подготовили шаблончик. Возвращаемся к нашему корсетному поясу. Кожный корсетный пояс. Немножечко такой в историческом понесло. Давайте начнем рисовать. Мне больше интересно показать, как мы будем с вами рисовать. Именно вот эти вот ремешки. Поэтому сейчас сам пояс достаточно быстро соберем. Приближаем. Будем рисовать инструментом перо. Проверяем, чтобы был черный цвет. Толщина классическая. Один пункт. Без пунктира. Еще раз повторюсь, это не корсет, а корсетный пояс. Поэтому аккуратненько начинаем с ним работать. И я могу, в принципе, даже еще увеличить, потому что я не буду по груди делать. А здесь буду. А у корсетов, я это уже говорила в прошлом видео, есть такая особенность. Они могут деформировать фигуру и делать ее более худой. Например, в линии талии или искусственно поднимать грудь. Поэтому, когда вы рисуете на шаблоне, у вас может произойти некоторая деформация фигуры. В случае с корсетными изделиями это является допустимой нормой. И это может быть даже целью данного изделия. Когда же мы рисуем с вами обычные изделия, например, футболка, футболка у нас с вами фигуру не деформирует. Там эти изменения быть не должны. Корсеты могут формировать, у них могут по низу они немножко расширяться. Поэтому обязательно смотрите, какая цель у вас ставится к данному изделию для того, чтобы оно корректно обрисовывало фигуру. То есть, если я, например, хочу, чтобы оно у меня немножечко отступало от линии бедра, оно может отступать. То есть, такое может быть. Если я понимаю, что я хочу, чтобы оно талию у меня заужало в каком-то там вот немножечко, такое тоже может быть именно у корсетов. То есть, у них может быть эффект утяжки. Есть еще утягивающее, корректирующее белье, в котором тоже вы можете слегка работать с формой тела. И оно будет немножко отличаться. То есть, подтянули где-то мышцу или еще что-то. Такое тоже у нас с вами встречается. Так, теперь рисуем черенение. Я рисую опять половинку. Для того, чтобы изделие у нас будет с вами симметричное. Мне сейчас нужно нарисовать основу. А после этого я уже перейду к той декоративной части, которую я вам говорила. Вот эти кожаные застежки. Очень интересный момент. Но сначала начинаем с основы. Без нее никуда. Окно. Обработка контуров. Если вам не очень понятно, что я делаю, вы можете вернуться к началу челленджа 100 эскизов. Посмотреть первые эскизы. Я там очень-очень-очень подробно рассказываю, как я вот таким образом рисую. Здесь уже скорее мне интересно вам показать, как это смотрится, нежели просто объяснить каждую конкретную технику. Потому что уже много эскизов отрисовано таким образом. И, на мой взгляд, немножко не имеет смысла. Каждый раз делать акцент на одной и той же технике. Уже интереснее показать какие-то другие интересные детальки. Так. Вот смотрите, у меня просто линия из двух точек, а я сейчас немножечко ее корректирую и сгибаю. То есть добавляю точку по линии талии и немножечко ее сгибаю. Это как дополнительные такие отстрочки будут. Поэтому я их сделаю более тонкой линией просто. То есть они останутся, но не будут такими явными. Сейчас еще цвет сразу задам белый, чтобы у меня не просвечивало. Вот такая штучка у меня получилась. Видите, немножечко талию за узел. То есть, ну как бы все-таки корсет с эффектом утяжки. Можно убрать, если вам это мешает. Так, от линии центра. Раззеркаливаю. Нажимаю Shift, чтобы правильный угол был. Видите, 45, 90. Alt, чтобы скопировалось. Отжимаю кнопочки мыши. А потом кнопочки на клавиатуре. Вот у меня все скопировалось. Опять же, посмотрите, еще есть видео. Там есть марафон по созданию женской базы. Там вообще прям расписано каждое, каждое действие. Вот каждую кнопочку, которую я нажимаю, там я писала их в комментариях. Поэтому, если хотите более детальное описание, там это есть. Если хотите еще мой фидбэк, это на курс. Там со всеми работаю. Так, центральную линию я нарисовала. Мне нужна. Нужен будет сейчас пуллер. Сейчас мы его скопируем на новый слой. И будем с вами уже рисовать декоративные элементы. Так, пуллер. Можно... Вообще, мы со студентами на курсе рисуем библиотеку пуллеров. Я обычно использую вот такой стандартный. Они могут быть самые разные. Там могут быть навески, там могут быть на них повешены тесемочки, на которых будет логотип. Могут быть силиконовые штучки. Ну, то есть там очень-очень большое разнообразие на вкус и цвет. В зависимости от ваших потребностей, вы это все делаете. Я показываю такой базовый элемент, базовый пуллер. Так, вот здесь у меня есть кисточки. И вон она моя молния. Она получается очень широкая. Сейчас мы просто подберем нужный нам размер. Если вы хотите эту молнию зафиксировать, ее можно потом. Вот, смотрите, мы ее сделали. Сейчас я ее чуть-чуть потоньше сделаю. И понимаю, что, например, я бы хотела этим эскизом поделиться, но своей наработкой молнии я делиться не хочу. Объект. Контур. Преобразовать обводку в кривые. Все. И теперь это у меня уже просто набор объектов. И даже если кто-то будет этим пользоваться, пожалуйста, набор объектов. Это не кисть. Как бы поступайте, как хотите. И если я разобрала в набор объектов, это значит, что я могу применить градиент. Так что вот такие бывают у нас с вами хитрости. Вот, видите. Очень толстенько. Сейчас мы... У нас у каждого объекта сберись свою контуру. Можно, например, сделать тоненьким-тоненьким. 0, 0, 1. И вот, смотрите, при приближении видите, какая она там вся интересная из себя. Ну, это пример. И так, кстати, очень часто делают. Особенно, когда отправляют свои документы для того, чтобы их показать на банках, на разных стоковых, чтобы свои наработки туда просто так не отдавать. То вот таким образом их... Ну, это же выполненная работа. Выполненная. Молния нарисована красиво нарисована. С градиентом совсем, да. Но просто так взять ее, как молнию, применить к себе кто-то другой, кто скачает мой скис, не сможет. Вот такая маленькая хитрость. Небольшая защита, которая у вас может быть. Так, я бы еще хотела нарисовать. И я этого не сделала. Вот здесь сверху будет такая тесьма. Она будет именно сверху над молнией, поэтому я ее решила нарисовать отдельно. Я ее нарисую с одного краешка. Потом мы ее раззеркалим на второй. Вот вам рассказываю всякие разные тонкости, которыми пользуются дизайнеры. Ну, это не хитрость, это просто защита своих прав, защита того, что ты создаешь, да, чтобы, ну, просто так не использовали. То есть я отдала эскиз, пожалуйста, эскизом пользуйтесь, а там мои рабочие элементы не надо. Вот как бы такая защита. И плюс это дает возможность сделать молнию градиентной. Потому что кисть градиентная не получается. Так, вот такой элемент. И по низу тоже еще. Тесемочка, она тоже будет немножечко выходить. Я осознанно выхожу за линию молнии. Это не случайно происходит. Я специально это делаю. Вот. Так, когда вот такая штука. Я очень люблю инструмент. Он называется... Вот тут он. Вот тут. Сглаживание. И тогда вот эта некрасивая форма, она так оп и подглаживается. Становится красивее. Часто пользуюсь. Вам тоже рекомендую его освоить. Он помогает выглаживать элементы. Выглаживать лишние ненужные линии. Вот. Вот так. Так. Теперь мне нравится. И теперь у меня будет вот так. Раз. Два. Три. Три. Застежки. Давайте мы их будем рисовать рядышком отдельно. Что нам потребуется. Это будет вот такая штучка. Так. 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 И так. Такая вот... Кожаный... Как правильно сказать? Не шнурок. Поясок. Соответственно, вот здесь сделаем полукруглую часть. Так. Поправлю немножко форму. Немножечко сейчас затуплю край. Очень острый получился. Так. Теперь что я сделаю? Я его вот отсюда раззеркалю. То есть у нас же ремешок идет с двух сторон. Сейчас мы еще подгоним его по размеру. Так. Потолще, потоньше. Сразу подгоняю. Будет крепиться с одной стороны здесь. С одной стороны здесь. Вот. Попали. Так. Теперь делаем детали. А именно пряжку. Беру инструмент. Прямоугольник со скругленными углами. Кнопочками наверх и вниз на клавиатуре мы можем с вами регулировать диаметр. Для меня вот самая оптимальная регулировка. Есть и другие способы, но мне больше нравится так. То есть, вот смотрите, с зажатой мышкой я пока его не отпустила, я могу его регулировать в разные стороны. Вот так вот сделали. Теперь так. 0,25. Поуже. Теперь Ctrl-C. Ctrl-B. инструмент масштабирование на 80. Окей. Можно с копированием, но можно так, как я и сделала. Монтаж на передний план. Теперь немножечко сюда. Теперь немножечко сюда. Немножечко сюда. Здесь чуть-чуть вниз. И здесь чуть-чуть наверх. Сцентровали. Так. Если не центруется, есть инструмент выравнивания, который поможет это все сделать идеально гладко. Вот, на мой взгляд, немножко все-таки надо еще подтянуть его. Так. Вот. Опять выравнивание. Так. Теперь инструментом обработка контуров мы все это разрезаем, разгруппировываем и получаем вот такую пряжку. Смотрите. Вот такая пряжечка у нас. Вот. Сейчас мы ее будем с вами сюда применять. Пряжка. Правильно? Подгоняем размер, чтобы он у нас правильно совпадал. Так. И что мы с вами тут будем видеть? Нам еще нужны люверсы. В прошлом видео показывала, как делать люверсы. Поэтому можете посмотреть. по принципу, как мы только что собирали пряжку, только делаем кружочки. И у нас получаются люверсы. Так. одна пробивка. Одна пробивка. Вторая пробивка. И третья пробивка. Так. Теперь вот здесь у нас будет с вами язычок. Правильно? которая будет оттуда вот так показываться. Форму подгоняем. Так. Соединить. Давайте посмотрим. У меня очень красиво получилось. Сейчас мы поправим. Так. Это убираем. и вот эту форму чуть-чуть сейчас подправим. Чтобы было полное ощущение, как будто он продернут через наш с вами люверс. Так. И еще мы сейчас дополним все это отстрочкой. Так. На 0.25 отстрочка по контуру. И чуть-чуть. Опа. Здесь чуть поменьше. 2 на 2. Хорошо. Давайте посмотрим. Да. Здесь встала. Ctrl-C. Ctrl-V. Опа. То есть я сейчас уже по упрощенной системе иду. Чтобы побыстрее все оно рисовалось. Можно, конечно, все ручками прорисовывать. Зачем, если можно это все автоматизировать. Так. И нам нужно ее утопить. Видите, она идет поверх. А мы сейчас нажимаем Ctrl. И квадратную скобочку, там, где русская буква Х. Туда все притопили. Сейчас здесь тоже откорректируем. И вот такая штучка у нас с вами получилась. Мы ее сейчас сгруппируем. вот такой кожаный ремешок. И готовы его поставить на корсет. Раз. Два. И три. Так, значит, смотрите, что я сейчас сделаю. Немножечко назад отмотаю. Во-первых, сделаю чуть пошире и чуть-чуть подлиннее. За что люблю иллюстратор. Можно все подкорректировать. Так, раз. Два. И три. Вот таким образом, что вот здесь можно сделать. Здесь не очень красиво получается, поэтому вот эти краешки мы чуть-чуть удлиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, что именно сделать нельзя? Мы не будем менять размер пряжки. Правильно? Потому что пряжки у нас вроде как единые. Нам нужно было просто сделать чуть-чуть подлиннее нашу с вами тесемочку. А вот здесь можно сделать ее чуть-чуть покороче, ремешок. Чуть-чуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Это я считаю количество нажиманий по клавиатуре по стрелочкам. Мне так комфортнее. Можете делать по своему усмотрению, но это вот как бы такой мой метод, как это все сделать. Вот. Распределяем. Можно распределить равномерно при желании. Вот так. Такой достаточно интересный корсет у нас получился. Сейчас мы все это вместе выберем, скопируем рядышком и по традиции покрасим цветом. Давайте посмотрим. Я хочу его покрасить таким бежевым цветом, красивым. Чтобы он был красиво бежевый. При этом мы же можем дать оттенки, например, здесь посемнее, здесь посветлее. Это все совершенно в наших руках. Вот это ненужный нам цвет заливки. Мы его выбираем и белый цвет заливки убираем. Теперь вот эту часть тоже заливаем потемнее. Смотрите сразу, как заиграл. И вот эти ремешки мы тоже можем с вами залить потемнее. Сейчас один ремешок и второй ремешок. Тоже сделаем их немножко потемнее по оттенку. Смотрите, какая красота получается. И при желании можно сделать фурнитуру золотой. Сейчас мы это с вами сделаем, чтобы фурнитура оказалась золотого цвета. То есть, если там она у нас была имитация серебристой фурнитуры, какой-то, то есть там нитиль, серебро, как вы хотите, то здесь будет имитация уже золотой. Покажу сейчас, как это лучше сделать. Вот мы его собрали. И нам нужно теперь золотой градиент. Библиотека образцов, градиенты. И вот здесь у нас с вами есть металлы. Выбираем те элементы, которые мы хотим с вами перекрасить. И перекрашиваем. Вот смотрите, здесь сразу примеры более таких золотых, красивых элементов. если вам требуется пример золотой фурнитуры. Если нет, вы можете оставить ее серебряной. Вот мне сейчас не очень нравится, честно говоря, оттенок. Я бы все-таки ее оставила серебряной. Возвращаю Ctrl-Z назад для того, чтобы вернуть цвет. Так. Вот что у нас с вами получилось. Смотрите. Это вот у нас линия случайно сюда прилетела. Сейчас мы ее с вами откорректируем. Ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. Каждый новый вторник я рисую новый эскиз. Пишите, что бы вы еще хотели порисовать. А с вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok